здравствуйте это кулинарный канал доктора скачко иными словами школа доктора скачком 3 сезон про правильное питание и если вы любите пить чай то я диетолог фитотерапевт борис качко научу вас как правильно выбрать чайный лист и как его правильно приготовить чтобы вылечить вегетососудистую дистонию иными словами вылечить гипотонию либо вылечить гипертонию если эти диагнозы у вас есть то понятен ваш интерес очень важно знать правильные критерии выбора чая и об этом вы узнаете в этом видео причем многие из вас будут удивлены что делали часто неправильный выбор а если у вас этих диагнозов нет но среди ваших кровных родственников есть гипертоники либо гипотоники то во первых можете уже им отправить ссылку а во вторых все таки смотрите это видео дальше генетику еще никто не отменял если уже кто-то из ваших родственников имеет гипертонию либо гипотонию то вы в пути к этому процессу это видео вам опять необходимо и так как правильно выбрать чайный лист миф первый который вы сейчас я сейчас развенчаю сейчас эксперты утверждают что нужно выбрать между двумя позициями вам полезен зеленый чай либо черный чай я скажу вам так как фитотерапевт в седьмом поколении это очень ошибочный и опасны для вашей жизни критерий потому что этот критерий не первостепенный автор степенный он имеет значение но только после как вы выполнили правильно первое движение а именно выбрали чайку совершенно другому критерию по содержанию кофеина в чайном листе чаще всего это не указывают но указывают происхождение чая бытует мнение что самый полезный для здоровья чай индийский мадагаскарский цейлонский как диетолог и фитотерапевт скажу вам так эти чаи для гипертоника опасны гипертоническим кризом инфарктом либо инсультом где не выдержат сосуды а для гипотоника развитием хронической сердечной недостаточности в перспективе а если чая будет слишком много то мужчины могут умереть от острой сердечной недостаточности а женщины попасть в острую сосудистую недостаточность несколько лучше чем острое сердечное состояние обратимое но тоже мягко выражаясь не плюс для здоровья поэтому если вы хотите приготовить чай для того чтобы вылечить бсд в домашних условиях нужно выбирать чай китайский из северных плантаций чем севернее будет расти чай в китае тем более полезен он и гипертонику и гипотонику если выбираете чай японский тоже выбирайте из расположенных на севере стороны плантаций он более полезен также можете выбрать поставить свой выбор на чае грузинском азербайджанском может быть краснодарском эти чаи интересны тем что содержание кофеина в них очень невысокое по сравнению с индийским чаем от двух с половиной процентов содержание кофеина в этих чаях до пяти с половиной в чае индейском цейлонском мадагаскарском и вы понимаете в чем разница кофеин усиливает работу сердечно-сосудистой системы и вероятность поломок иными словами когда вы по городу двигаетесь со скоростью 60 километров в час вероятность аварии меньше чем если скорость будет 120 130 пропорционально содержанию кофеина и выжить в этой аварии очень сложно поэтому ваш выбор чая первично по происхождению второй критерий действительно степень ферментации и вот здесь выбрать тоже нужно правильно не ферментированные чаи белый зеленый далее желтый красный черный синий в этой линейке содержание кофеина не меняется поэтому я и сказал что этот критерий ложен если вы возьмете зеленый индийский чай риск для вашего здоровья будет гиперважен гипер сильный а если возьмете зеленый грузинский чай да он не такой вкусный безопасен вы можете его пить длительное время либо один раз выпить неправильно приготовленный индийский либо цейлонский чай понимаете разницу поэтому выбор конечно же в этой системе опять-таки зависит от вашего образа жизни если вы ведете активный образ жизни я бы советовал вам выбрать зеленый чай либо белый чай продолжительность которого действия которого на сердечно-сосудистую систему это один-два часа иными словами вам нужно находиться в более-менее спокойном состоянии один-два часа после каждой выпитой чашки чая просто кофеин который находится в этих на этом напитке в этом источнике сырья и перейдет напиток он действует примерно такое же время а биофлавоноиды которые там тоже есть то есть витамин b они будут фазным действием они регулируют тонус сосудов и очень полезно при лечении ветососудистой дистонии неважно гипотонический либо гипертонический тип значительно сложнее все если вы используете черный чай содержание кофеина как я сказал не меняется оно такое же как было в исходном сырье содержание биофлавоноидов которые могут регулировать тонус сосудов снижается они переходят дубильные вещества а алкалоид кофеин и другие алкалоиды чайного листа дубильными веществами связываются такую достаточно инертную форму которая попав в организм будет постепенно отдавать кофеин вам и вы выпили черный чай вы не чувствуете сильного возбуждающего эффекта потому что кофеин его доза относительно невелика но если на протяжении ближайших пяти шести часов после чашки черного чая у вас предстоит интенсивный физический труд или занятие фитнес клубе либо занятие любовью либо вы решили проехать на велосипеде прогулку такую легкую совершить у вас возникает проблема гипер стимулированная сердечно-сосудистая система кофеином на протяжении пяти шести часов я лучше не трогать а как вы выберете кофеин из кишечника здесь возникает беда появляется то что говорят спортсмены посадил сердце чаем конечно если вы этот временной промежуток не учитывайте свои системы под названием здоровый образ жизни а с точки зрения медицины вы не сердце посадили вы метаболические изменения в миокарде превратили дистрофические а потом склеротические если вы регулярно таким образом испытываете возможности своей сердечно-сосудистой системы вот и все для того чтобы заниматься спортом интенсивно и получать хорошие результаты нужно обеспечить первое правильное питание сердечной мышцы мышцы и скелетные вы их потом обеспечить это второстепенная задача не они вас будут лимитировать а сердце которое дало нужное количество крови для работы этих мышц или не дал доставила через сердечно-сосудистую систему или не смогу доставить здесь возникает проблема если вы регулярно неправильно пьете черный чай у вас зеленый тоже там час-два риск этот временной промежуток можно проконтролировать 5 6 сложнее особенно если у вас еще и нарушена работа печени которая нейтрализует кофеин если вы не знали что делать если у вас есть печень у вас такой момент может возникнуть поэтому это нужно учитывать своей системе тогда она будет здоровый образ жизни если вы регулярно совершаете ошибки склеротические изменения миокарди дают вам снижение сократительной способности миокарда и на выходе хроническая сердечная недостаточность вылечить которую реально вылечить можно но пока вы зарабатываете деньги неправильно используя чай вы должны накопить на своем банковском счету как минимум 250 тысяч долларов именно столько может быть уже больше стоит пересадка одного бывшего употребления сердца и тогда ваше сердце опять способна хорошо обеспечивать кровью весь ваш организм если вы еще не знали как правильно поддерживать дыхательную систему то затраты увеличиваются сердце с легкими комплекте стоит от 500 тысяч долларов и вы опять можете использовать активную эту систему но я бы советовал вам беречь ваше сердце и сосуды а заодно и органы дыхания до того а не после того все таки чужое сердце будет работать несколько хуже чем свое собственное если вы правильно к нему относитесь и правильно его сохраняете поэтому этот момент очень важно знать и для того чтобы не перестимулировать сердечную мышцу чтобы не движет не двигаться в процессе метаболические дистрофические склеротические изменения карта пересадка сердца вам нужно использовать правильно кофейные тесты или кофеиновые тесты я не написал уже несколько книг в составе первая книжка была мать же все про кого там было 38 кофейных тестов потом книжка почти все о кофе 43 кофейных теста одна из последних них кофе рейша алоэ вера тут 68 кофейных тестов переписываю ее уже больше 70 кофейных тестов которых я детализирую воздействие алкалоиды кофеина на ваше здоровье и вы получаете плюс и самодиагностику организма в домашних условиях либо минус попадаете на различные расходы которые можно избежать я думаю что правильно используя чай и кофе можно найти применение пяти сотням тысяч долларов для вашем образе жизни для того чтобы жить лучше и дольше кстати уже можете поставить лайк если вы понимаете сколько денег вы можете сэкономить просто правильно выбрав чайный лист а для того чтобы вот критерий которые есть после чашки чая у вас должно быть два события очень важно учитывать два показателя которые должны оставаться неизменными после каждой чашки чая а именно это уровень артериального давления и частота сокращения сердца иными словами если после чашки чая у вас давление не изменилось в любую сторону не поднялась и не упала и частота пульса остались на прежнем уровне это правильно выбранный чайный лист для вашего здоровья для вас лично здесь сейчас если давление поднялась частота пульса увеличилась нужно уменьшать количество чайного листа неважно менее вкусный вам этот напиток или более вкусный вы хотите использовать более вкусы опасны для вашей жизни здесь и сейчас вкус это здорово ну если вы готовы жертвовать своей жизнью не вопрос я бы советовал вам просто уменьшить сегодня количество чайного листа в напитке далее со временем вы сможете увеличивать лучше уровень здоровья тут все я думаю просто и понятно далее что очень важно сделать это правильно приготовить чай правильно заварить чай здесь тоже есть свои нюансы есть эксперты которые говорят а что тут думать взял чашку бросил чай залил кипятком настоял какое-то время и получи полезный для здоровья чай потому что в источнике первоисточники был хороший чай я вам скажу это очень опасное заблуждение что именно так можно заварить чай и получить полезный для здоровья чай просто на поверхности самого высококачественного чая чайного листа могут быть возбудители грибковых инфекций если вы не контролировали его движение имею ввиду движение чайного листа с плантации до вашей чашки где-то здесь чайный лист мог попасть во влажные условия возбудители грибковых инфекций активируются производит самый сильный канцероген афлатоксин регулярное использование именно таким способом приготовлены чаю повышает риск онкологии вам уже может понадобиться купить мою книжку рак профилактика ранее диагностика в которой я учел и другие факторы риска которые так или иначе способствуют развитию онкологии у конкретного человека его предупреждаю и чай это один из активных компонентов часто используемых который может влиять на этот процесс почему ранняя диагностика потому что я свел различные факторы риска их взаимосочетание может повышать риск развития онкологии в отдельных органах и системах например если вы любите пить горячий чай неправильно приготовленный то у вас повышается к химической травме добавляется еще механическая травма и у вас повышается риск рака горло языка пищевода и желудка те органы которые могут подвергаться воздействию высокой температуры и дополнительно способствовать развитию онкоклеток есть другие особенности которые можно учитывать проще вам купить книгу вот и заниматься своим здоровьем рассчитывать на активное долголетие поэтому вот такой способ приготовить чай я бы вам не советовал его нужно немножечко усложнить и вы получите значительно больше пользы а именно вы берете правильно очищенной водой воду доводите до кипения состоянии белый ключ вот этой водой вы ее помещаете в чашку в которой будете проводить настаивание чая вода продолжает кипеть пока она дойдет до стадии кипения у вас чашка дезинфицировалась от возбудителя различных инфекций которые могут быть и вы от них избавились более того вы еще убрали современную химию вы не знаете полностью от мыли от ноющих современных средств вашу чашку или нет любом случае вы таким образом легко и просто свою чашку очистить и она будет более хорошей для заваривания когда вода закипела вы первую воду слили вы чашку уже с прогретую она лучше тогда будет настаивать чай вы нее поместили нужный вам выбранный вами лучший чайный лист примерно на треть на четверть заполняете вот этой только что закипевшей водой емкость и не закрываете смотрите когда появится цвет как только началось настаивание вот эту первую воду первую заварку сливаете и вместе с ней вы иду удаляете канцерогены которые афлотоксин который находился на поверхности чайного листа далее щепотка сахара заливаете уже остывающей водой она самая лучшая в этом случае становится для заваривания не на стадии нагрева состоянии белый ключ а на стадии остывания здесь она самая полезная залили чайный лист накрыли черный чай настаиваете 2 3 5 минут зеленый чай 10 12 минут и вот здесь уже ваш чай самый полезный для того чтобы вылечить веетро сосудистую дистонию готов регулярно его использование вы тренируете алкалоид кофеин обладает тонизирующими свойствами биофлавоноиды регулирующими иными словами вы можете при регулярном использовании такого правильно приготовленный чай вылечить веетро сосудистую дистонию в домашних условиях если вам нужно больше информации если вы хотите еще больше факторов учесть не вопрос контакты вы видите обращайтесь пока консультации провожу вот и на консультации выясню еще какие факторы имеют значение для того чтобы ваша сердечно-сосудистая система работала лучше вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычный подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео можете поставить на него лайк кстати ваш лайк наверно стоит меньше чем 500 тысяч долларов поэтому не скупитесь можете ставить попросить и друзей поставить лайк на это видео можете отметиться в комментариях можете задать вопрос краткая консультация бесплатная диетолога может состояться в форуме под этим видео сложные вопросы не пишите понимаете ответить можно но вряд ли можно оценить всю ситуацию которая есть у вас по вашему здоровью а в следующем видео я расскажу как еще больше степени сделать чай полезным для здоровья тем у кого есть веритососудистая дистония по гиппо или по гипертоническому типу есть еще некоторые нюансы которые можно использовать сделать чай еще более полезным но в этом вы узнаете в следующем видео на моем видео канале до новых встреч на моих видео каналах доктор скачков и школа доктора скачков это youtube а также школу доктора скачков instagram а а а а Продолжение следует...